У людей всегда есть множество способов извлечения пользы из духовных процессов. Для некоторых людей, во многих местах, все это духовное, как вы их называете? Как это на хиндии? Правачаны. Все эти правачаны, все это просто бегство от тещи или от приготовления пищи. Для некоторых это интеллектуальное развлечение. Для некоторых это стремление чему-то научиться. Они хотят узнать что-то новое. Есть еще люди, которые хотят внести какие-то изменения в свою жизнь. Они хотят стать немного более мирными, немного более любящими, немного более еще чего-то там. Хотят какого-то изменения в жизни. Некоторые ищут трансформации. Знаете ли вы, в чем разница между изменением и трансформацией? Трансформация означает, что от старого ничего не должно остаться. Изменение означает улучшение, самосовершенствование или трансформация. Либо же некоторые люди просто хотят потеряться в этом, раствориться в этом. Так по-разному люди подходят к одному и тому же. Это... Какой же лучший способ? Я не скажу, какой способ лучший. Потому что поиск происходит в соответствии с потребностями каждого конкретного человека. Никому нельзя прописать лучший способ. В настоящее время, как правило, человеческая природа такова, что люди стремятся к тому, чего у них нет. Если людей нет, они будут стремиться к здоровью, как будто это самое главное. Если у них нет денег, они будут искать деньги, как будто это самое главное. У них нет любви, они будут искать любовь, как будто это самое главное. Они стремятся ко всему, чего у них нет. Это напомнило мне однажды, когда мы были в Тричи. Вы знаете Тричи? Это город средних размеров в штате Тамилнат В школе учитель зашел в класс И спросил учеников восьмых-девятых классов Если Бог появится перед вами И будет готов исполнить любое ваше желание Чего вы попросите? Один из учеников сказал Знаете, сейчас такая есть марка автомобилей, как Марути Так вот, он попросил бы Сузуки Марути Кто-то сказал, что хочет велосипед Кто-то сказал, что хочет 10 миллионов рупий И так далее в том же духе Тогда учитель сказал Идиоты, что вы будете делать со всеми этими вещами? Просите для себя ума Просите знания, просите интеллекта Зачем вы просите все эти вещи? Один мальчик встал и сказал Все просят то, чего у них нет Каждый стремится получить то, чего у него нет Не так ли? Так, если вы пойдете таким путем Когда человек идет через этот процесс Прось потом, чего у него нет Это бесконечный процесс Потому что что у вас есть? У вас всегда так мало Если вы продолжаете просить о том, чего у вас нет Понадобится тысячи лет И вы все равно будете только в начале Вы ищете следующую вещь, которой у вас нет Это бесконечный процесс Он обречен на провал, не так ли? Кажется, что он куда-то вас ведет Но на самом деле он никуда не ведет Так вот К чему это все? Если вы не ищете Если нет поиска Вы никуда не идете Понимаете? Зачем идти куда-то, если нечего искать? Потому что это основа вашей деятельности Желание и стремление получить желаемое Не так ли? Объекты желания могут меняться И люди могут думать, что один объект лучше другого Но это не так Ищите ли вы деньги Или недвижимость Или интеллект Или знание Или Бога Или то, или другое Желание есть желание Объект желания просто меняет направление Конечному пункту назначения Но не изменяет процесс жизни как таковой А суть жизни в самом ее процессе, не так ли? Где вы в конце концов окажетесь На самом деле не так важно Во многом суть жизни заключается в том Какова глубина получаемого вами Жизненного опыта в настоящий момент Вы хотите изменить качество жизни Или немного улучшить получаемый вами жизненный опыт Или ощутимо улучшить его Как угодно Изменение объектов желания ситуацию сильно не поменяет Значение будет иметь то, каким образом мы управляем жизненным процессом Но если даже жизнь станет очень приятным и красивым переживанием Что должно случиться с каждым человеком Даже если это случится По-прежнему вы обнаружите Что есть что-то внутри вас Что не хочет просто довольствоваться радостной жизнью Вы очень счастливы Но через некоторое время кажется Что даже этого уже недостаточно Сейчас счастья не хватает И вся ваша жизнь кажется погоней за счастьем Когда вы станете радостными Вы поймете, что этого недостаточно На самом деле Если вы очень счастливы Вы будете делать гораздо больше, чем когда вы несчастны, не так ли? Потому что теперь вы заряжены Ничто не тянет назад У вас появился энтузиазм идти по жизни и делать множество вещей Таким образом Есть что-то, к чему стремится эта жизнь Это не желание Это ее конечная цель Это не что-то, не желание, созданное вами или мной Она просто хочет отправиться в определенный пункт назначения Единственный выбор, который у нас есть Двигаться к этому пункту назначения осознанно или бессознательно В любом случае, мы двигаемся Двигаемся к нему или осознанно, или бессознательно Если нас к чему-то тянуть бессознательно Даже если нас тянут в направлении рая Это будет страданием, не так ли? Да? Сейчас мы вас схватим и потащим наружу Вы не знаете, куда вас тащат Поэтому вы будете от этого сильно страдать А мы доставим вас на прекрасный пляж Но это позже А сейчас, на пути оттуда-сюда, вы будете ужасно страдать Не так ли? Итак, если вы куда-то направляетесь Или если жизнь тянет вас в определенном направлении И это происходит бессознательно Тогда процесс будет причинять огромные страдания, не так ли? Если вы сознательно на это посмотрите Если осознанно подойдете к чему-то То процесс станет прекрасным На самом деле, наш выбор только в этом И как только мы становимся осознанными Процесс естественным образом ускоряется Насколько мы чего-то не осознаем Настолько мы страдаем Вы должны это понять Скажем, прямо сейчас вы едете по улице на автомобиле Совершенно не осознавая, кто едет за вами Кто едет перед вами Вы попадете в один из видов физического страдания Потому что вы не осознаете физической реальности Один из видов физического страдания придет Что-то сломается, не так ли? Или вы не осознаете, что происходит в вашем теле Придет другой вид физического страдания Вы не осознаете, что происходит в уме Другой вид страдания Что происходит в семье Третье вид страдания Аналогично и в других случаях Насколько вы не осознаете что-то Ровно такой уровень страдания к вам придет Не так ли? Вы начинаете понимать Сейчас выходной, а вы стали смертельно серьезными Однажды пират Знаете, пират Пират зашел в бар Бармен его давно знал Видел его в прошлом году И вот пират вернулся после экспедиции Бармен посмотрел на него и сказал «Эй, что с тобой случилось? Ты выглядишь ужасно» Пират сказал «Да нет, все в порядке» Тогда бармен спросил «Но что случилось с твоей ногой? Почему у тебя деревянная нога?» Мы сражались с враждебной бандой пиратов И я увидел пушечное ядро, летящее прямо в меня Я не успел даже пошевелиться Оно попало мне в правую ногу И вот теперь я себя чувствую вполне нормально С деревянной ногой Все достаточно хорошо Бармен сказал «А что по поводу крюка?» Вместо левой руки у тебя крюк «Как это произошло?» «Мы просто ради развлечения бились на мечах Мне отрубили левую руку» «Ну, мне и с крюком неплохо» «Вообще-то он даже в чем-то полезнее, чем рука» Тогда он спросил «А что по поводу повязки на глаза?» «Ты потерял глаз, что случилось?» «А это... я просто смотрел в небо И птичий помет капнул мне на глаза» «Да ладно» «Никто не слышал о том, что кто-то лишался глаза из-за птичьего помета» «Как это могло произойти?» «Просто это был первый день, когда мне приделали крюк вместо руки» «От всего, что вы не осознаете, вы страдаете, не так ли?» «Это приносит вам страдания» «Вот мы говорим осознанность, осознанность, осознанность» «На самом деле, осознанность — это не что-то, что вы делаете» «Вообще-то, чем меньше вы делаете, тем более осознанным вы становитесь» «Чем меньше деятельности внутри вас, того, что вы называете «я», «Чем меньше это становится, тем больше ваша осознанность» «Всегда, чем меньше личности, тем больше становится вашего присутствия» «Личность значит, что вам нужно много делать, чтобы поддерживать ее, не так ли?» «Большинство деятельностей по поддержанию личности происходит неосознанно» «Но при этом этой деятельности очень много, не так ли?» «Если уменьшить ее, неожиданно осознанность увеличивается» «Потому что осознанность — это не то, что вы делаете» «Это сама жизнь, не так ли?» «Основа жизни — это осознанность» «Вы знаете, что вы живы только потому, что осознаете, не так ли?» «Если исчезнет осознанность, то как минимум на этом уровне мы можем назвать это смертью» «Итак, духовность — это не что-то, что вы можете делать» «Если вы перестанете заниматься своими глупостями, вы станете духовным» «Ненужные глупости, если вы перестанете делать» «Духовность — это не что-то, чем нужно заниматься и прикладывать усилия, чтобы это произошло, или создавать это» «Ну, если это так, почему же я утром делаю свою пранаяму» «Ну, даже на курорте они заставили нас этим заниматься» «Извините, конкретно на этом курорте» «Это потому, что вашу деятельность нельзя остановить» «То, что вы делаете внутри себя, остановить нельзя» «Поэтому мы создаем определенную физическую, ментальную и энергетическую ситуацию, где все отвлекается от вашей деятельности» «Постепенно практика создает ситуацию, когда жизненные энергии поднимаются до определенной высоты» «И такого уровня интенсивности, что медленно ваша деятельность теряет значение» «Она все еще есть» «Все еще происходит, как вы можете увидеть в медитации шуни» «Вы просто сидите, и деятельность происходит, но она не имеет значения» «Та же самая деятельность, которая была настолько значимой, стала незначительной» «Мы ее не останавливали, мы не делали ничего, чтобы ее сдержать» «Но каким-то образом она стала не такой важной» «Вы видите, как это происходит?» «Когда вы сидите и медитируете в шуни, все происходит, но боли не является важным» «Потеряло свою значимость, больше не воздействует на вас, больше не влияет на вас» «Больше не формирует вас» «Деятельность умап прекращает влияние на вас, вы более не формируетесь за счет нее» «Все это искажение, которое мы внесли в жизнь в форме создания своей собственной личности» «Видите ли, когда вы создаете свою личность, она создается по большей части неосознанно» «Лишь небольшая ее часть может быть сознательно создана» «Все остальное бессознательно, не так ли?» «Когда вы создаете свою личность, в каком-то смысле это значит, что где-то вы думаете, что создатель недостаточно хорошо поработал над вами» «Не так ли?» «Если требуется улучшение, определенно он недостаточно потрудился» «Так почему же вы считаете, что столь огромное творение недостаточно хорошо?» «Что-то настолько огромное и фантастическое недостаточно хорошо» «Почему?» «Потому что в простом процессе самосохранения» «Знаете, есть простейший базовый процесс, встроенный в каждую клетку нашего тела» «Он есть в каждом насекомом или животном, так же и в нас» «Мы не знаем, как обуздать простой процесс самосохранения» «Он распространился повсюду» «По причине того, что он везде распространился, вам нужно создать маленькую собственную личность, которая все время будет себя защищать» «Мы рассматривали это на программах» «Единственное, что нуждается в защите — ваше физическое тело» «Вашу личность мы должны размалывать каждый день» «Все должно быть хорошо, если каждый день мы будем делать фарш из вашей личности» «Завтра вы могли бы создать новую, не так ли?» «Разве это не так?» «Мы пытаемся это сделать мягко, потому что если я буду жесток в этом процессе, вы убежите» «Мягко, шаг за шагом мы пытаемся сделать фарш из вашей личности» «Чтобы она стала гибким аспектом» «Вы не можете жить без личности, она вам нужна, чтобы существовать здесь» «Путешествовать по миру, делать свою работу, решать вопросы» «Но если она будет гибкой» «В разных местах, потому как того требует ситуация, вы сможете надевать правильную личность» «И это будет хорошо» «Но сейчас она похожа на камень» «Она все время на вас надета» «Все, что не вписывается в ее рамки, заставляет вас страдать» «Не так ли?» «Кто же нарисовал эту карикатуру, которую вы называете собой» «Определенно вы сами» «Но под влиянием большого количества людей вокруг вас» «Например, вам 15-16 лет» «Вы посмотрели кино с Амитабхом Батчаном» «Вернулись домой бессознательно, начинаете ходить как он» «Не так ли?» «Иногда, может быть, вы делаете это осознанно» «Но большинство времени неосознанно» «Не так ли?» «Итак, эта карикатура была соткана из собрания мелких кусочков и частей» «Однажды, когда мы были в школе» «Со мной учился один мальчик, у которого была прекрасная рука» «Он мог нарисовать кого угодно, с любыми необходимыми искажениями» «И был ненавидимый всеми учителем географии» «И вот, когда он вошел в класс, этот мальчик на доске уже заготовил ужасную карикатуру этого учителя» «С сильными искажениями, но все могли ясно понять, кто там был изображен» «С большим количеством сильных искажений» «Потом он зашел в класс и, как обычно, был раздраженным» «Говорит ли он о лугах в Америке или о пустынях в Африке, он всегда в плохом настроении» «Тот момент, когда он увидел, он просто… «С одной стороны, он был зол, с другой стороны, все эти искажения его задели» «Потом он спросил, кто несет ответственность за это ужасное безобразие» «Он думает, что это ужасно» «Хотя нам казалось, что этот рисунок отражал действительность» «То он несет ответственность за это ужасное безобразие» Потом кто-то решился, встал и сказал, «Мы точно не знаем, но, скорее всего, виноваты его родители». Итак, это безобразие, которое вы называете собой, создали не ваши родители. Это сделали вы. Только вы могли сотворить это чудовищное искажение, ограничивая себя крохотными возможностями, когда вам предоставили безграничные возможности. Вместе с жизнью вы получили безграничные возможности. Но вы сделали настолько ужасные искажения и оставили себе крохотные возможности. Если вы перестанете создавать эту карикатуру, потому что она ни дня не может просуществовать без вашей поддержки, вам нужно поддерживать ее все время. Медитация означает, в каком-то смысле, вы просто отказываетесь поддерживать свою личность, и все. Внезапно она рушится. Остается только ваше присутствие, личности больше нет. Если бы вы могли пройтись по улице в таком состоянии, если бы вы могли взаимодействовать с людьми в этом состоянии все время, когда у вас нет личности, смотря на человека в конкретный момент времени, какое у него состояние, вы могли бы создать соответствующую личность, необходимую для этого человека. тогда было бы так весело каждый день рисовать свои новые карикатуры. Но как только вы застреваете с каким-то одним искажением, это становится проблемой. Каждый день, если искажение новое, это называется искусством, не так ли? Если вы зацикливаетесь на одном искажении, это называется уродством. Да? Каждый день, если вы способны создать новое искажение, это произведение искусства, не так ли? Если вы застряли на одном, вы калека. В этом заключается разница. Садгуру, когда вы говорите о личности, нам приходится иметь разные личности, родителя, мужа, на работе. В обычной жизни смена личности становится проблематичной. Вы имеете в виду, что люди вокруг вас не позволят вам ее поменять? Неправда. Представьте себе, скажем так, вы идете на свою работу, мы возьмем рабочие моменты, потому что для вас это будет менее лично. Вы идете на работу с определенным настроением, и определенная личность идет на работу. Допустим, эта личность бодро так говорит каждый день. Доброе утро, доброе утро. На самом деле, не имея этого в виду. Как люди вам говорят «доброе утро», ясно свидетельствует о том, что они желают ваше утро сделать недобрым. Предположим, вы вот так идете. Завтра утром, если вы действительно подойдете, поздороваетесь с людьми, улыбнетесь им, может быть, возьмете их за руку, зададите личный вопрос, поговоритесь с ними и пройдете на рабочее место. Возможно, вы потеряете 5-10 минут в пути в свой офис. Но если люди вокруг вас счастливы, у вас будет много лишнего времени, потому что они начнут бегать по офису, и работу будут делать лучше, не так ли? Если ваши коллеги затаили обиду, они сделают вашу жизнь несчастной во многих отношениях. Не каким-то одним способом вам еще с ними рядом работать. Но у них обиды и жалобы на вас. Они найдут способ вам сильно испортить жизнь, не так ли? Так могу ли я менять личность каждый день? Не собьет ли это людей с толку? Совсем нет. Они будут по полной вами наслаждаться, не так ли? Появятся ли у вас в работе недостатки от этого? Определенно нет. Не из-за компульсивной природы ситуации вы застряли с одной личностью. Просто все созидание этой личности случилось неосознанно, поэтому вы зациклились на ней. Вы сказали, одна личность дома, другая с детьми, другая на работе, вне дома. Если вы поближе присмотритесь, это может быть на самом деле не так. Вы можете функционировать в различных качествах. Требование, как вам нужно функционировать, может отличаться. Но все же базовая личность останется прежней. Вы это тоже можете поменять. Для вас это будет очень весело менять эту личность. Это превратится в абсолютное удовольствие, потому что вы сможете каждый раз ощущать себя новым человеком. В конце концов, это ваше творение. Зачем его ограничивать лишь одним вариантом? Если бы Бог зафиксировал личность для вас, ничего нельзя было бы сделать. Но когда ее строите вы, подобно тому, как каждый день вы меняете одежду, каждый день, почему нет? Но большинство людей даже одежду не меняют. Они привыкли к определенной вещи, и все. Я думаю, сегодня нам следовало что-нибудь такое сделать. Всем надо было бы одеться совершенно по-новому и прийти не в обычной одежде, а то вы все время в штанах ходите. А сегодня пришли бы в саре. Просто немного бы расслабились. Это важно. Зачем это нужно? Причина в том, что сама суть жизни для многих людей отсутствует, потому что они перестают быть гибкими. Духовные люди самые закостенелые, не так ли? Они настолько закостенелые. Все еще не ответил на ваш вопрос. Могут быть изменения в поведении, но личность остается такой же. Личность та же. Я об этом и говорю. Вы привязаны к одной личности. Просто и деятельность разная, потому что ситуации разные. Но человек тот же, не так ли? И так человек тот же, потому что ваша личность стала вами. Вы с ней полностью отождествились. Нет разницы между вами и вашей личностью. Вы полностью ей стали. Маска приклеилась к лицу. Вы не можете ее снять. Если мы хотим снять маску, нужно что-то, чтобы ослабить действие клея, который привязал вас к этой идентичности. И вот мы создаем различные ситуации, где ваша личность растворяется определенным образом. Медитация или любая практика йоги, какова бы она ни была, преследует цель немного ослабить вашу личность. Чтобы было чуть-чуть гибкости в ней. Может, маску снять не удастся, но хотя бы немножко ее подвигать. Если маска застряла, то вы хотя бы сможете передохнуть немного. На какое-то время будет перерыв. Но если вы чуть больше с этим поработаете, вы сможете снять ее и отложить в сторону. Люди, которые приезжают на продвинутые программы, три или семь дней они на Самьяме или на Бавас Пандане. Их личности, они просто забывают, кто они, не знают, кто они. Ситуация настолько интенсивна и отлично от того, к чему они привыкли. Все, что вы считали нормальным, сломано. По истечении некоторого времени вы уже не знаете, кто здесь. После окончания программы вы возвращаетесь и задаетесь вопросом. Действительно ли я прошел через все это? Большинство людей не могут поверить, что на самом деле они прошли через Самьяму и вернулись обратно. Просто потому, что она создана таким образом. Не только медитация, но и ситуация создана таким образом, что она никак не поддерживает вашу личность. Весь фокус в том, чтобы убрать поддержку с вашей стороны, потому что ваша личность не может существовать ни секунды без вашей поддержки. Если вы увлекаетесь в любую интенсивную деятельность, она может немного ослабиться. Но это происходит бессистемно. Например, вы играете в игру. В моменты полного вовлечения вы теряете личность. Но этот процесс происходит случайным образом. Теперь мы смотрим на то, как к этому подойти с научной точки зрения, как разобрать ее, как лишить ее опоры. Если вы заметили, люди, которые очень преданы делу и наслаждаются процессом работы, всегда имеют более гибкие личности, чем люди, которые работают для достижения цели. Не так ли? Вы замечали это? Потому что просто при вовлечении в работу, полном вовлечении, личность чуть ослабевает. Но люди, которые работают на цель, хотят сильно, чтобы что-то случилось. У этих людей всегда сильные личности. Фундаментальная основа вашей личности, строительный материал для нее, это система того, что вам нравится и не нравится. Это мне нравится, это мне не нравится. Сложная система лайков и дизлайков. Это и есть ваша личность, не так ли? Так в чем разница между вами и рядом сидящим человеком? Ваши лайки и дизлайки отличаются, не так ли? Итак, основа йоги — это помощь вам в том, чтобы вы ушли за понятие «нравится» и «не нравится». Говорим мы об ответственности или неизбежности, или о чем-то там еще. Фундаментально это делается с целью уничтожения процесса «нравится» и «не нравится». Жить в мире с лайками и дизлайками — очень глупый способ существования. Но, к сожалению, логический ум думает, «Я буду делать то, что мне нравится. В этом моя свобода. Основа вашего рабства, ваших симпатиях и антипатиях». Но он думает, что свобода в том, что вы делаете то, что нравится, не так ли? Всегда и везде люди думают, что делать то, что нравится — это свобода. Пожалуйста, посмотрите на это внимательно. Вся фундаментальная основа вашего рабства в лайках и дизлайках. Действовать разумно здесь, даже в физическом мире, даже на уровне семьи, отношений на работе или еще где-то. Симпатии и антипатии заставляют вас делать глупости. «Мне нравится этот человек, мне не нравится этот человек. И вот, я уже не могу действовать, исходя из потребностей настоящего момента». Не так ли? «Этот человек мне не нравится. Поэтому даже если он делает что-то прекрасное, я больше это не вижу». Замечали, как такое с вами происходит? Мне нравится этот человек. Даже если он делает что-то ужасное, я этого не замечаю. Потому что, когда вы попадаете в ловушку лайков и дизлайков, вы теряете благоразумие. Интеллект вас покидает. Осознанность при этом становится просто невозможной. Когда вы попадаете в ловушку «нравится, не нравится», как только вы говорите «мне это нравится», идентифицировать себя с этим нормально — это естественный процесс. Вам не нужно говорить «я сейчас отождествлю себя с этой лампочкой». Если вы просто скажете «не нравится эта лампочка», вы уже отождествитесь с ней. Процесс просто случится сам по себе. Видите ли, жизнь таким образом настроена для вас, что она происходит автоматически. Вам нужно просто сидеть и наслаждаться ее дарами. Проблема в том, что мы двигаемся в неправильное направление и создаем страдания. Представьте себе, если бы все приходилось делать самому, чтобы что-то понравилось, вы должны приложить усилия. Так же, как и чтобы отождествить себя с этим. Весь процесс приходилось бы делать вам. Жизнь была бы ужасна, не так ли? А в настоящее время все отлично настроено. Все программное обеспечение настолько хорошо настроено, что если вы только скажете «мне это нравится», вы сразу увлекаетесь в это и мечтаете об этом. Все само собой происходит, не так ли? Все, что необходимо, чтобы двигаться в этом направлении, просто происходит. Жизнь помогает вам, но у нее нет благоразумия. Если вам нравится ад, она приведет вас в ад. Однажды... Как называют человека, который занимается подбором персонала в корпорации или где-то еще? HR? Так вот, HR-директор в корпорации умер и попал в рай. Там святой Петр встретил ее и сказал, «Видите ли, ввиду того, что вы первая сотрудница отдела по подбору персонала, попавшая в рай, у вас есть выбор. Если хотите, можете остаться в раю, потому что у вас есть паспорт. Но перед тем, как отправиться в рай, если хотите, можете посмотреть на ад. Также можете остаться и там при желании». Женщина HR-директор сказала, «Нет, зачем же мне в ад? Я хочу в рай». «А почему бы вам просто не посмотреть на него?» Она сказала, «Ну хорошо». Она зашла в лифт, и он поехал вниз. Двери лифта открылись в прекрасном саду. У бассейна очень красивые люди плавали, загорали. Рядом была изумительная площадка для гольфа, симпатичный клубный дом. Это великолепный ад. Она посмотрела на все это. Тогда святой Петр сказал, «Ну хорошо, теперь посмотрите на рай и сделайте выбор». Она зашла в лифт, и он поехал наверх. Должны быть направления вверх и вниз. Это направление, хотя бы вы знаете сейчас, что мы внизу. Итак, двери открылись, и она увидела много облаков, людей, парящих в них, играющих на арпах и все такое. Она сказала, «Отлично, это тоже хорошо. Но я думаю, что я отправлюсь в ад. Все мои друзья уже там. и это поле для гольфа. Я отправлюсь туда». Ее поместили в лифт, и она поехала вниз. И снова двери распахнулись, и она увидела суровую пустыню. Все высохли без еды. Все в ужасном состоянии. Она спросила, «Что это?» «В прошлый раз, когда я приходила, там был сад, был бассейн, было поле для гольфа. Что случилось?» Они сказали, «Это был только первый день. А теперь мы тебя взяли на работу». Это было интервью. А теперь ты штатная сотрудница. Всю жизнь ты делала это с людьми. Так вот, теперь это твой выбор. Ваша личность. Кто-нибудь работает в HR? Есть сотрудники HR? В особенности, если вы из HR. Вы тоже оттуда? Ваша задача — найти место для человека, знаете. Кто-то новый приходит в офис. Вам необходимо для него найти место, на котором он наилучшим образом подойдет для всей этой машины под названием организации. Так вот, если вы хотите посмотреть, личности людей всегда видны невооруженным взглядом. Знаете, им не нужно ничего говорить, не нужно ничего делать, если вы просто правильно на них посмотрите. Само то, как они стоят, как они сидят, не нужна особенная ягическая интуиция. Просто наблюдение за человеком. Как он стоит, как держит руки, как улыбается, как решает задачи. Их личность прямо-таки наружу висит. И это очевидно для всех, кроме них. В этом все дело. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ